Xiaomi и Huawei это те компании, которые между собой значительно похожи. Зачастую при выборе бюджетного смартфона ты покупаешь либо Honor, либо Redmi. И даже тут при использовании суббрендов можно провести конкретные параллели. Но какая компания лучше, наверняка сказать нельзя. Кто-то отдает предпочтение Xiaomi, а другие уже с давних пор фанаты Huawei. Как вы уже могли догадаться из названия данного видео, мы попытаемся помочь вам разобраться в данном вопросе. И рассматривать мы будем различные аспекты, сравнивая между собой эти две компании. Еще буквально несколько лет назад, что Huawei, что Xiaomi завоевывали сердца фанатов именно за счет низкой цены и удачных решений. Однако за последние года-два ситуация неплохо поменялась. И к примеру, те же Huawei приблизили свои цены ближе к корейским смартфонам вроде Samsung и LG. А Xiaomi остается примерно на том же уровне, где и были. Но все равно средний ценник немного подрос. К примеру, флагманы Huawei на старте стоят от 35, а то и 40 тысяч рублей. Притом топовые Xiaomi как минимум на 10-15 тысяч дешевле. В бюджетном классе расслоение еще заметнее. Так, при практически одинаковой стоимости, Huawei и Honor, например, до 15 тысяч будут в глянцевом корпусе и пластиковые. А у Xiaomi имеются модели в стекле, например, Redmi Note 7 или же Mi 8 Lite. Притом, естественно, что по мощности процессора, что по объему памяти и всему остальному перевес снова же зачастую в пользу Xiaomi. И поэтому конкретно в плане стоимости они явно в лидерах. Далее модельный ряд. И тут можно сказать, что и у Huawei, и у Xiaomi в принципе широкий ассортимент. Однако, за счет Honor'ов и обилия бюджетников, все-таки перевес пойдет в сторону Huawei. Лишь за первые 4 месяца 2019 года, Xiaomi представила всего-то 9 новых моделей, при этом Huawei аж 17. То есть практически в 2 раза больше. Выпуская флагман, Huawei создает несколько его модификаций, которые отличаются экранами и другими особенностями. А если заглянуть в класс фаблетов, то ситуация еще интереснее. У Xiaomi имеется всего одна модель серии Max, которая относится к средней ценовой категории. А у Huawei несколько больших устройств охватывают достаточно широкий диапазон цен. Есть и Honor 8X Max, флагман Mate 20X, а также само собой парочка аппаратов промежуточного звена. Отсюда можно сделать один самый главный вывод. Huawei хочет охватить как можно большее число потребителей. А вот Xiaomi ориентируется все-таки на бюджетный и средний класс. Далее, важно понимать технологическую составляющую. И тут мы получаем картину, когда Huawei явно впереди. Ведь у них имеются собственные процессоры Kirin, которые помогают оптимизировать систему, улучшить энергоэффективность. Да и в принципе, собственные технологии делают производство куда более выгодным. Еще, что немаловажно, Huawei все чаще добавляют NFC чипы даже в свои бюджетные смартфоны. А вот Xiaomi этим как-то пренебрегают. А что же касательно развития собственных технологий, кроме пробного чипа Surge S1, дело и не пошло. Так что в этом направлении Huawei снова в лидерах. Но и тут все не так однозначно. Если посмотреть именно на производительность железа, то как правило, это является главным козырем Xiaomi. Просто потому, что они используют чипы Qualcomm, крутые Snapdragon, которые являются лидерами по производительности на рынке в любом из классов. Таким образом, мы получаем ситуацию, когда у Xiaomi пусть и меньший модельный ряд, но в каждом из смартфонов используется современный чип. И это делает их по соотношению цена-производительность лучшими среди конкурентов. Huawei же при этом хоть изредка, но все-таки выпускает пару-тройку моделей на старых чипах, которые быстро теряют актуальность и меркнут на фоне Xiaomi. Например, среднебюджетный Kirin 710, который в принципе является достаточно современным, не идет ни в какое сравнение с 710 Snapdragon. И лишь кое-как догоняет какой-нибудь 636 или 660. Отсюда, читая характеристики, ты вроде бы видишь похожие цифры, но на деле оказывается, что получаешь худшую производительность при выборе Huawei. И это только в том случае, когда мы рассматриваем процессорную часть. А что же касательно встроенной графики, то Adreno из 845 Snapdragon уничтожает 980 Kirin. При том, что уже появился 850 Snapdragon, который еще интересней. Так что по составляющей железа явно выигрывает Xiaomi, хоть и не использует собственные технологии. Далее возможности камеры. И здесь мы получаем крайне неоднозначную ситуацию. Флагманы Huawei получают передовые камеры, созданные в сотрудничестве с Leica. Они стабильно входят в число лучших на рынке по оценкам экспертов и явно обходят флагманы от Xiaomi. Однако, если посмотреть на средний и бюджетный сегмент, наблюдается абсолютно противоположная ситуация. Какой-нибудь условный Redmi или же Mi за 15 тысяч рублей показывает результат на уровне Huawei за 20 и более. И поэтому можно сказать наверняка, что если вы выбираете флагман, то нужно покупать Huawei. А вот в случае с бюджетником или же средним смартфоном, стоит отдать предпочтение Xiaomi и радоваться жизни. Что в общем-то и так делает большинство. Далее мы рассмотрим аспект времени работы от аккумулятора. Или же если проще говоря, автономность. Тут, если бы мы заглянули еще пару лет назад, можно было бы сказать, что Xiaomi абсолютный лидер. Однако, сейчас ситуация похожа с тем, что получается и в случае с камерами. В среднем и бюджетном сегменте лидерами остаются смартфоны Redmi и другие Xiaomi. Они твердо удерживают позиции, стабильно входя в рейтинги лучших по части аккумулятора. А максы выделяются еще больше. При этом у Huawei, конечно, хватает долгожителей. Но все-таки в среднем сегменте все чуточку хуже. Особенно из-за того, что у недорогих девайсов нет быстрой зарядки. Зато в случае с флагманами ситуация абсолютно обратная. Xiaomi последний настоящий флагман выпустила еще в конце 2016 года. И это были Mi Mix и Mi Note 2. Они имели и хорошую батарейку, и в целом порадовали всех фанатов. Сейчас же мы получаем ситуацию, когда батарейка на 4000 мАч и выше ставится лишь в специальные игровые смартфоны модели Black Shark или же Pocophone, который фактически является устройством среднего класса, пусть и имеет топовый процессор. У Huawei в противовес этому имеются топовые гаджеты с отличной батарейкой от 4000 мАч вроде Mate 20, 20 Pro, 20X, P20 Pro и P30 Pro. А это лишь то, что вышло за последние 12 месяцев. То есть снова противоречивая ситуация, когда сложно отдать кому-то предпочтение, и нужно понимать, какого класса ты покупаешь устройство. Ну а последним аспектом является программная поддержка. И тут можно сказать, что между конкурентами наблюдается паритет. Хоть и конечно с небольшим перевесом в сторону Xiaomi. Регулярные обновления происходят и с MiUI и с EmotionUI, где добавляются различные новые функции. Однако, если Xiaomi может поддерживать некоторые устройства по 3 года, а то и дольше, то Huawei это все-таки редкость. Хотя у обеих фирм есть и модели, которые получают новые версии операционной системы минимальное время. Да, зачастую это малопопулярные модели, а также те, которые используют чипы от Mediatek. А еще под брендом Mi в серии А выходят модели Android One. С абсолютно чистым Android'ом и оперативной поддержкой, чего у конкурента вообще нет. Энтузиасты также куда чаще выбирают Xiaomi. Просто потому, что у них можно разблокировать загрузчик для модификации или смены прошивки. А вот в случае с Huawei все не так уж и просто. Нужно воспользоваться платным кодом от сторонних лиц, которые зачастую стоят более 30 долларов. При этом проблем значительно больше, исходников меньше, а альтернативных прошивок практически нет. Поэтому я и говорю, что возможность разблокировать загрузчик для Huawei в принципе отсутствует как минимум на бесплатной основе. Да и даже в платном случае это не имеет никакого смысла. Так что подводя итоги и в этом направлении перевес можно было бы отдать в сторону Xiaomi. Что подводит к основному выводу о конкретном разделении фанатов Xiaomi и Huawei. Все чаще любители флагманской начинки, интересного дизайна и хорошей камеры отдают предпочтение Huawei. А вот в бюджетном направлении вы в большинстве случаев будете натыкаться на удачные устройства от Xiaomi. Хотя конечно, если заглянуть выше, имеется и третий Mi Mix, и Pocophone, и даже сугубо игровой Black Shark, которые само собой притягивают на себя внимание. Так что я бы сказал, среди этих двух брендов кого-то выделить прям конкретно нельзя. И Huawei, и Xiaomi молодцы. Эти компании развиваются, выпускают интересные устройства, и вряд ли ситуация сильно поменяется ближайшие лет пять. А вот что же касательно других брендов, напишите в комментариях, какие можно было бы сравнить. Например, и корейские LG и Samsung, китайские ZTE, Oppo, Vivo, OnePlus, Meizu, Nokia и многие другие. А также ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видосы. Удачи и до новых встреч!